МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родные не могут похоронить, пока не выплатят добровольно-принудительный взнос. Настоятель церкви при этом считает, что прихожане тратят деньги на куда менее нужные вещи. А потому две тысячи леев – вполне обоснованная сумма в помощь церкви. Вы смотрите «Ток-шоу» день за днем. Меня зовут Виктория Крюкова. Церковь и финансы – тема сегодняшнего выпуска. В студию я пригласила адвоката Дарина Подлесникова. Господи, подлесник, я приветствую вас. Здравствуйте. А также этнолога, доктор хабилитата исторических наук Елизавета Квеленкова. Госпожа Квеленкова, я приветствую вас. Добрый вечер. Отмечу, что мы обзвонили многих священников, пытаясь пригласить кого-то из них в передачу, но ни они, ни представители митрополии не захотели высказываться на данную тему. Поэтому сегодняшняя передача пройдет без этой позиции. Ну, разве что мы ее услышим в сегодняшнем сюжете, который я предлагаю для начала посмотреть. С этой проблемой столкнулся Николай на похоронах тещи. Он сказал, хорошо, давайте посмотрим по тетради, какой у нее долг. Открыл перед нами какую-то тетрадь и сказал, что она два раза платила по 500 леев. Остался долг в тысячу леев на ремонт церкви. В итоге провести панихиду священник согласился лишь после того, как родственники усопшей уплатили долг. А вот поминальный стол он так и не благословил. Сказал, что не разрешает накрывать поминальный стол в школе, потому что в новогодние праздники там собирались с подарками люди другой веры – баптисты, и они осквернили это место. В подобной ситуации оказалась и Анна Котеле. Нужно было уже нести гроб на кладбище, провожать мертвого в последний путь. Могильщики пошли за носилками, но священник отказался их давать, пока не заплатим долг перед церковью. Около двух с чем-то тысяч заплатили. Священник признает, что ведет учет долгов всех усопших, но уверяет, что сдавать на ремонт церкви по 2000 леев люди сами решили на собрании сельчан. Правильно. А кто же должен платить эти деньги? Может, мне, священнику, оставить приход и ехать на заработки? Местный мэр признает, что этот вопрос на прошлом генеральном собрании села решили в одностороннем порядке. Сельчане разделились на два лагеря. Молдавская митрополия действия священника не поддерживает. Наверное, он перестарался в попытке дисциплинировать прихожан. Он написал объяснительную в связи с этим. Мы, конечно, с ним это обсудим. В селе Сгорде, стыке Ленежского района, 250 домохозяйств. Я подчеркнула также, что некоторые священники нас предупредили, что обсуждать такую тему церковь, финансы – большой грех, особенно в предпасхальный период. Но мы все-таки ее обсудим. Господин подлесник, начать хочу с вас. И перед тем, как я обращусь к вам как к адвокату, я бы хотела узнать вашу гражданскую позицию. Вот как вы смотрите на подобную ситуацию? Я сказал бы, что это очень вызывающе вообще. И вот как некоторые священники говорят, что это не надо обсуждать, мне как раз, у меня другое мнение по этому поводу, это нужно обсуждать, потому что вот такие ситуации, они не единичны. Это во-первых. Во-вторых, вот когда все говорят, что люди не ходят в церковь. Люди не ходят в церковь даже… Вот я разговариваю с многими знакомыми, они говорят, что мы не утратили веру в Бога, да, но мы просто, когда заходим в церковь, чувствуем себя кошельками с денег, потому что в многих церквях даже вот когда заходишь, есть эти бабушки как security, да, и увидят, что ты заходишь со своими свечками, нет, покупайте наши, потому что ваши не приняты. Вот это самый маленький такой нюанс, который отталкивает людей. То есть люди как-то пытаются обойти вот эти все обряды, вот столкновения со священнослужителями только потому, что везде эти коробочки на пожертвования, то есть они, скажем, заставляют тебя, грубо говоря, заставляют вот делать все эти пожертвования на каждом шагу. Нельзя, что поставить вот одну корзиночку там при входе, где написать, что на ремонт, там на иконостас, то есть нет, каждый уголочек заставили этими корзиночками, где ты должен что-то делать, что-то пожертвовать, якобы пожертвовать, но далеко не пожертвую, потому что все чувствуют себя как-то не по себе. Если проходит мимо, они поставят там лей, 5 лей, 10 лей, то есть все от своих возможностей. Вот мы эту бабушку услышали, когда ее спросили, вы заплатили 2 тысячи лей? Да, я заплатил им все сразу, потому что мне нужно было покушать. Они отдают, особенно пожилые люди, отдают последние деньги на содержание церкви, и даже забывают о том, что им нужно покушать, им нужно заплатить коммунально, на лекарства. То есть это, я не знаю, но это случаи, которые просто нужно обсуждать и их довести до публики, чтобы люди понимали, что так просто не делается. И может, и даже данный священник опомнится и прекратит вот эту практику. Но с другой стороны, а на что существует в церкви? Ведь, как он сам отметил, священный служитель, ну не ехать же мне на заработки, нужно ремонтировать, нужно как-то содержать церковь на помощь прихожан. Правильно. Но, вы знаете, я вам скажу так, что наш народ, он не скупой народ. Я вот заметил сам, каждый человек, когда заходит в церковь, что-то да покупает, что-то да пожертвует. То есть это не тот случай, где церковь должна заставить тебя, грубо говоря, насильно это все делать. Тетради, списки, это, скорее всего, похоже на коллекторскую компанию, чем на храм, где человек должен пойти с открытой душой, найти там себе покой, то есть чтобы почувствовал себя свободно и сам от своего сердца, от своей души пожертвовать, сколько он считает нужным. А ставить еще вот эти суммы конкретные, две тысячи ле, я считаю, это не по-человечески, не по-христиански даже. Хорошо, еще обсудим юридическую сторону. Господа Квеленкова, богобоязнь, религиозность и покорное, беспрекословное послушание настоятеля церкви, это одно и то же? Ну, вы знаете, мне кажется, и это будет правильно, нужно разделить здесь веру, людей в Бога и церковь как институт. Это две разные вещи, которые у людей в сознании дифференцируются. Человек верит в Бога, продолжает верить, но что касается веры в священников, тем более в некоторых священников, которые, надо сказать, прямо портят репутацию православной церкви, это без сомнений. Ну, не все, сразу говорим, не все, конечно. Я говорю некоторые, да, некоторые, которые портят православную репутацию. И вот это вот все-таки великолепие православной церкви, оно, конечно, было всегда, оно сильно разнится с другими церквями, католическими, другими, протестантскими. Это, конечно, на мой взгляд, в современный период, когда люди все-таки упрощают свою жизнь, когда люди относятся к некоторым вещам достаточно просто, то есть стараются не покупать дорогих вещей, и все-таки ради чего тратят деньги. И люди начинают обращать в том числе и на это внимание. Я понимаю, что ремонт храма, это, конечно, дело необходимое. Но, понимаете, когда ремонт храма делается для того, чтобы просто отремонтировать храм, мы же ремонтируем храм для того, чтобы туда приходить и молиться. Но собрав деньги таким способом, надо задаться вопросом, захотят ли люди после этого прийти в этот храм и молиться, молиться под богослужение этого священника. Честно говоря, так как он давал интервью, ну, вызывает, так сказать, много вопросов. То есть священник должен вызывать у людей, у прихожан, он пастырь. Это слово пастырь, он ведет за собой людей, он должен вызывать уважение, он должен своими проповедями, на которых и можно раскрывать, для чего деньги собирать, что это востребовано и так далее. То есть он должен это все объяснять. Он должен, на мой взгляд, если село небольшое, если там достаточно бедные люди, я думаю, что, наверное, нужно делать акцент на каких-то частных пожертвованиях. Люди должны видеть, что церковь им нужна, что священник делает, проводит какую-то работу с их детьми, что дети туда приходят с удовольствием. Вы знаете, я видела разные картины. Я видела в Копчаке, лет пять назад я там была, там работал молдавский священник, это Гагаузское село. И когда дети на улице подходят к нему под благословение, целуют ручку, их никто не принуждает, никто не заставляет. То есть сложилась атмосфера такая, что они к этому батюшке бегом подходят, целуют. У них школа воскресная, у них какие-то кружки, священник все это делает. И люди приносят туда свои пожертвования сами. Что такое пожертвование? Это духовная благотворительность. Она должна идти у человека от души. Если люди, тем более пожилые, слушайте, мне этот принцип напомнил нашу налоговую компанию. Уплати налоги и спи спокойно. А здесь уплати деньги церкви и помирай спокойно. Но если налоги, налоговые мы платим, в зависимости от того, сколько прибыли мы получили, зарплату и так далее, доходы, то здесь доходов никаких нету. Люди не работают. У людей, у самих бедственное положение. И принуждать их к этому, но, честно говоря, это выходит за рамки вообще человеческого понимания, не то, что какого-то христианского понимания. Есть разные формы сбора денег. Есть такая форма, во всяком случае, раньше она использовалась, когда более богатые села помогают более бедным. Они помогают чем угодно. Они помогают каким-то облачением, иконами, в том числе и на ремонт, и так далее. То есть это нужно, чтобы священник работал, призывы какие-то, чтобы прихожане туда ездили, участвовали в их храмовых праздниках, то есть чтобы создались контакты, и чтобы те люди, которые из села более богатых, они почувствовали это. Кроме того, вы знаете, вот эта ситуация, на мой взгляд, она подчеркивает не вполне хорошую психологическую атмосферу в самом селе, потому что я вот когда ходила, собирала материалы по разным селам, в Гайдарах, когда я была, и он сказал, наши гастарбайтеры молдавские, ну, в частности, вот гагаузские, оказавшиеся в Москве, у них есть праздник, вот когда они венчались, положено, согласно гагаузскому обычаю, делать курбан, принести в жертву барашка. И эта традиция сохраняется до настоящего времени. Но там, в Москве, они ее сделать не могут, и они просят своих родных, они берут барашка, приносят священнику, священник благословляет, и, соответственно, кроме того, когда люди уезжают на какие-то вот работы и так далее, они подходят к священнику и просят благословения. На мой взгляд, вот эта ситуация психологически в селе нормальная, когда священник пользуется уважением, к нему люди подходят, просят помолиться за их предстоящие дела, за то, чтобы у них все получилось, понимаете? То есть люди верят, и священник им в этом помогает, укрепиться в вере. В чем смысл работы священника? Укрепиться в вере. Не дать человеку остаться одному, почувствовать себя одиноко. И, соответственно, человек с благодарностью уже идет и с тем, что он может. Никогда в жизни, ну, нельзя на силу у человека. Понимаете? Всегда пожертвование, это должно быть от души. Если человек дает не от души, и для человека, и для самого, это не принесет пользы. И для церкви тоже. Видите, как Митрополя говорит, дисциплинирует священник, Это неправильное слово. Может быть, переборщил, но дисциплинирует. Нет, это слово совершенно, я заметила, да, тоже хотела сказать. Это слово совершенно не подходит. Что такое дисциплинирует? Чтобы люди приходили в церковь, молились, это тоже, на мой взгляд, плохая дисциплина. Раньше это называли холодность к храму. Но это тоже не дисциплинирует, понимаете? То есть человека нужно туда привести ненасильно. В рай силой не приведут никого. Человека нужно объяснить, когда ты человеку объяснил, показал, привлек, увлек. Тогда это, чем увлекают священники? Это, естественно, их проповеди. То есть они должны проповедовать. Например, темы такие, у кого какая благотворительность. Кстати, скажу, что раньше и священники огромные суммы жертвовали на строительство храма, на ремонт храма, и в том числе на различные премии для учеников, которые хорошо учатся. Они создавали свои собственные премии, давали этим детям, чтобы они могли выбиться бедным детям эти премии. То есть священники хорошим примером были. Нет, Васила, господин подлесник, с точки зрения закона, как можно квалифицировать вот этот случай? Регулируется ли каким-то образом взаимоотношение священника, прихожан? Обязан ли священник проводить службы, когда к нему обращаются? Или это на его усмотрение? Как это происходит? Вот по закону. Знаете, есть церковные каноны, по которым священник должен вести свою деятельность. А в данной ситуации даже вот как заставить прихожан платить, ну это, скажем так, у нас пока законодательная база не предусмотрела вот такие ситуации, что касается вот церковной сферы. Но в других странах данной ситуации могут попасть под что связано с налогами, например, да, что уклонение от налога, потому что получает эти деньги. А кто проверяет, куда эти деньги пошли? На строительство, может, на отдых, может, на что-то другое. То есть я не хочу сейчас говорить о том, что это норма, что все так поступают. Но есть и случаи, потому что я уверен, что данный священник не дает отчет своим прихожанам вот по суммам. Второй момент, что касается вот этого собрания в селе. Я уверен, что на этом собрании были там, ну, маленькая часть из всего населения, скорее всего, это пожилые люди, которые ходят каждый раз в церковь. То есть там не были, думаю, большинство вообще семей за границей находятся. То есть эта сумма, эта такса, она является, не знаю, что значит дисциплинировать, например, он что, участковый в селе? Он делает профилактику по предотвращению преступлений. Что значит священник дисциплинирует? Кого? Ты должен сделать так, чтобы люди хотели прийти к тебе в церковь, чтобы они хотели сами пожертвовать. А дисциплинировать для чего? То есть это что, карательный меч получается, у нас священник является, или слугой закона? То есть он вроде бы служитель Бога, а не руководствуется уголовным кодексом или уголовно-процессуальным кодексом. У него свои вроде бы как, скажем так, своя роль в обществе, в селе. Не знаю. Ну смотрите, с одной стороны, это, конечно, сложно сравнить с коллекторским агентом, потому что коллекторского обладает определенным количеством юридических прав, они могут наложить пеню и так далее. А с другой стороны, священник не только определил тариф, ну как он говорит, при помощи самих жителей этого села, но еще и вел какую-то карательную меру в виде отказа от каких-то служб, отказа от всевозможного взаимодействия с жителями села. И вы говорите, с точки зрения закона, вот это сложно квалифицировать, потому что оно не оговаривает. А может, как раз таки потому, что оно не оговаривает конкретно церковных служителей. Закон что-то еще предусматривает? Случай, когда человек берет и навешивает на кого-то долги несуществующие. Как это регулировать? Вот насчет этих долгов, это, скажем так, теоретически это похоже, скорее всего, на самоуправство, да, потому что, ну, кто определил, что есть долг, откуда этот долг вообще произошел? На основании чего человек должен, обязан его уплатить? А не совершать кое-каконкретные действия, ну, нету, там, не участвовать при похоронах, не благословить, там, который делается после похорон, либо там крещение ребенка, не знаю, отбивание, все, что там связано вот с этими канонами церковными, ну, это я считаю, что это из ряда тоже вон выходящий, потому что, ну, как, для чего тогда священник, чтобы он брал конкретные суммы за свои услуги, или он должен руководствоваться, там, своими, скажем, священными писаниями, да, то есть, а не брать, я понял из репортажа, что отказался священник, идти на кладбище, потому что ему усопший не платил, то есть, мы, получается, уже берем деньги с усопшего, и это нас, ничего, даже у нас закон нет такого, то есть, даже закон такого не усматривает, что усопший должен платить, а тут, получается, человека не хоронят, потому что при жизни он не платил две тысячи лей, это его, что, на небесах не примут, или куда, почему его не должны хоронить, вот мне непонятно. Давайте я немножко уточню этот вопрос, связанный вот с оплатой. Дело в том, что на юге Бессарабии до 1875 года на юге Бессарабии священники, они получали плату от сельского общества. Их общество содержало целиком, платило деньги, зарплату обычную, оно давало им квартиру, то есть дом, где жить, оно ремонтировало этот дом, то есть оно полностью обеспечило священника. И священник должен был бесплатно совершать все требы, рождение, похороны и так далее, то есть он это все делал бесплатно. Конечно, кроме этого, люди приносили подарки, дарили и так далее. В 1875 году, значит, это было отменено, и все священники, как бы, общественное жалование было отменено, и они перешли, как бы, на собственное пропитание. То есть они, в принципе, получали за требы, это называется требы, совершать требы, они получали за требы определенные суммы. Эти суммы прописывались в консистории, конкретные суммы. Сейчас, я не знаю, они прописаны или нет, во всяком случае, стоимость их достаточно велика. Сейчас они, соответственно, как бы действуют по правилу, что это работа, и работа должна быть оплачена. Но здесь мы имеем дело, и вопрос, конечно, с оплатой человека родившегося, который хочет креститься, человека умершего, честно говоря, вызывает тоже, за такие суммы вызывает большие вопросы, потому что те же самые православные, контактируя с другими представителями религии, начинают задумываться, если там все это делается бесплатно, почему крестить ребенка в православии, другие веры, они как бы стремятся нового обращенного к себе в веру обратить, а православие, получается, требует деньги для того, чтобы привести человека в православие. Это вызывает, конечно, большие вопросы. Вы знаете, я вот была в Беларуси и подходила по поводу вопроса венчаться, по поводу вопроса осветить дом, и я спросила, сколько стоит? Значит, они сказали, утром приходите, священнику говорите, он в тот же день приходит с вами. Я спросила, сколько стоит? Сколько дадите? Я не поверила, второй раз пришла, мне то же самое сказали. Вот этот подход, на мой взгляд, он человеческий. Если человек имеет хороший достаток, он в зависимости от своего достатка, он даст те деньги, которые может, опять же, может, те деньги, которые душа его позволяет дать, те деньги, которые он считает адекватными, скажем так, или на то, что он хочет потратить, я не знаю, но если он считает необходимым потратить, допустим, на сиротский дом эти деньги, или у человека просто, пожилого, они же не работают, у него нет денег, но как можно дисциплинировать? Ну, это выходит вообще за рамки, конечно. Поэтому они сейчас находятся на своих, как бы, на своем собственном клебе, поэтому вынуждены себе зарабатывать. Но хочется сказать, что если сравнивать, по крайней мере, на чем приезжают священники в церковь, как они выглядят, то, вы знаете, конечно, здесь становятся вещи очевидными, то есть, как живут прихожане, как живут священники, то есть, нужно было хоть как-то соблюдать какой-то баланс, а он выбивается. Давайте не будем говорить о том, что есть семьи, которые на грани бедности живут, у которых нет возможности платить. То есть, это мы не должны исключать. Почему вот нельзя просто... И вот я знаю случай в одном районе, недалеко от Кишинева, когда священник отказался крестить ребенка, потому что, если ему не заплатят, то это не будет принято наверху. То есть, он должен был, наоборот, же с доброй волей сделать, ну, по-христиански, по-церковному, вот, по всем этим обрядам, традициям, должен был сделать вот от себя. Он стал бы крестным отцом вот этого ребеночка. Нет, он отказался, потому что на небесах не примут, если не заплатят за того, чтобы его покрестили. Вот это, это тоже ненормально, я считаю. То есть, церковь должна нас учить, чему? Как платить за каждые услуги? Это не обязанность, например, каждого человека в нашей стране, православного христианина, содержать церковь. Это должен быть жест доброй воли. Да, церковь должны, церкви должны помочь, потому что она получается, как бы, не финансируема никем, да? Должны помочь церкви, должны, но это не должно стать, как церковь должна обязать. Это как, знаете, есть и юридические обязательства. Это уже, на этом уже похоже. Скоро уже будут контракты заключать. Ну, смотрите, мы с вами определили, что, с одной стороны, с определенного периода священники, ну, как бы, грубо говоря, перешли на уровень работы. То есть, они оказывают определенные услуги, которые, да, у нас все-таки прописаны определенные тарифы, очень редко, когда это оговаривается, сколько можешь, на самом деле, это сразу есть определенная сумма, но разве что она варьируется от церкви к церкви. Чем красивее церковь, тем оно дороже. То есть, есть услуга, есть тариф, а законом, вот, все остальное, что связано с услугами и тарифами, мы каким-то образом защищены гражданским кодексом, правами потребителя, а в этой ситуации как поступать? То есть, если мы не получаем какую-то услугу, мы можем пожаловаться, но не в этом случае. Почему? Ну, как вам объяснить? Потому что есть услуги, которые попадают под норму закона, да, об оказании услуг, об потребительстве, да, а вот данные услуги, почему-то, они остаются на уровне, на уровне вот слов, скорее всего, потому что наш закон, скажем так, не вмешивается в церковные дела, то есть он остается где-то на стороне, да, для других ситуаций, но в церковные дела он не вмешивается, то есть тут получается ситуация на нет. Есть, даже если есть претензии, то их можно просто в метрополию обратиться там, да, пожаловаться на какие-то конкретные действия священнослужителя и, может быть, получить какой-нибудь ответ, но не факт, опять же, что ответа будет и не факт, что конкретные меры примутся в данной ситуации. Но что делать этим людям? Потому что они, конечно, может быть, и пожалуются в метрополию, но момент, когда они хоронят близкого, они, наверное, в последнюю очередь думают о жалобах, они думают о том, как бы соблюсти вот все ритуалы и человек упокоился с миром. Знаете, правильнее всего, наверное, будет, чтобы они отказались платить, написали всем селом в метрополию поменять церковного служителя, просто поменять, потому что, знаете, есть, я понимаю, вот участкового легко поменять, примарь избирается там раз в четыре года, то есть все госсотрудники, они каким-то образом меняются, да, а священнослужитель, если взял там церковь и стал священником в одном конкретном селе, то он до последнего дня своей жизни он там остается. Но в таких ситуациях я считаю, что это, знаете, вот эти все жители данного села, они должны просто коллективным образом обратиться в метрополию, пускай протестуют, либо напишут коллективную вот эту жалобу на все действия, потому что я уверен, что не только то, что мы услышали сейчас, является нарушением, я уверен, что там были еще многие ситуации, которые можно было бы показать, и может люди, даже люди и боятся говорить на эту тему. Да. Боятся говорить... Но видите, на меня сегодня предупредили, что это грех обсуждать эту тему в предыдущих. Да, они боятся говорить, как они говорят, что поставят мне свечку за упокой, хотя я еще жив. Но это тем более большой грех, если священник занимается вот такими ситуациями, это для него же грех, что он, если бывают такие случаи, я не знаю, не могу утверждать, но если люди говорят, значит нет дыма без огня, правильно? Если люди говорят, значит что-то бывает, что-то есть, и люди боятся, тем более те, которые в селах, люди особо не умеют защищать свои права, свои интересы, они не так, скажем, немного отдалены вот от всего, что мы сейчас обсуждаем. Катурик Велинков, вы хотите что-то добавить, или я могу вас спросить? Да, я бы хотела добавить. Вы знаете, у нас церковь отделена от государства, поэтому мы не можем государству пожаловаться на церковь. Церковь отдельная епархия, мы можем жаловаться только в метрополию. Хорошая услуга, плохая, оказали, не оказали, это первое. Второе, я вот хотела бы, кстати, та тема, которую вы говорите, показать книгу «Православие. Стержень гагаузской этничности». Это моя книга, написанная в 2013 году. И вот по поводу вопроса, который вы затрагивали, вот эти вот все вещи, действительно, село, если священник ведет себя неподобающим образом, если его морально-нравственный облик не тот, что нужен, если он занимается вот этими поборами дополнительными, такие случаи были. Я работала с архивом национальным республики Молдова и просматривала дела, начиная со второй половины 19 века по началу 20 века, Кишиневские апархиальные ведомости. И там случаи такие были, что если священник выходил за рамки и село его не принимало, оно писало. Вы знаете, в конце 19, особенно в начале 20 века, когда везде выступали против священников, и молдаване, и гагаузы, и болгары, они выступали только против плохих священников. И когда вот началось даже национальное движение, когда начали делить как бы по национальностям, каждый священник приезжал в свое село. То есть не было отторжения священников. Люди уважали священников, забирали назад в свои села. Но те священники, которые себя показали ненужным образом, да, действительно, такие случаи были, но это стоило больших усилий. Вы знаете, это вплоть до того доходило, что митрополия налагала штраф на все село за то, что они без спроса строят церковь. Вот это вот освещается в этой книге. Да. Они должны были, а вроде как разрешение было получено. Оказалось, что потом впоследствии часовня там между одним и другим селом, что вроде как не было этого разрешения. Что плохого люди сделали? Люди за свои деньги собрались, там были остальные ктиторы, которые раньше в основном один или два человека субсидировали церковь. Когда церкви стали каменными, тогда все село скидывалось и строило церковь, потому что она дорогая получалась. И вот люди, получается, всем селом скинулись, сделали большую часовню, приходили туда молиться, поставили иконы. В результате оказалось, это судебное действие длилось довольно долго, в результате оказалось, что штрафом обложили все общество. Оно было наказано, понимаете, из-за того, что вот оно не послушалось. Разрушили эту часовню в результате, понимаете, но потом все-таки этого священника из села удалили, потому что все село отказывалось. Он отказывался таким же образом вести богослужение, отказывался крестить, ему нужны были деньги, он не хотел приходить, он хотел, еще опция такая была, он хотел на лошадях от дома до кладбища поехать, а люди хотели, чтобы он пешком пошел, оказал почести умершему, а он отказывался и не приходил и так далее. Или отказывался освещать поминальный стол. То есть такие случаи были в истории. Они действительно, вот один из вариантов, это все село должно принять решение. И не может все село, одну секундочку, не может все село решить, что каждый может сдавать по 2000 лей. Это духовная благотворительность. Это то, что человек сам приходит, приносит и говорит, вот возьмите, это я могу, это я хочу дать. Вот в чем суть. Да, и как мы заметили, сдают эту сумму далеко не самые богатые жители села, а те, кто последние крохи собирает для того, чтобы уважить священника. И, ну, видимо, в надежде на то, что там это сверху сочтется. К сожалению, наше время подошло к концу. Мне очень жаль, опять же, что никто из священнослужителей, представителей Метрополии сегодня не принял участие в передаче. У нас получилось, ну, несколько, только одна позиция. Но, тем не менее, мы услышали позицию самого священника и напомню, что вы смотрели ток-шоу «День за днем». Вела его я, Виктория Крюкова. Моими гостями в этом выпуске были Елизавета Квеленкова и Дарин Подвесник. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.